В мире множество вопросов, любой ответ даёт интернет. Но что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Доброе утро! Меня зовут Сергей Лобетик, я врач-стоматолог. Интернет – источник знаний. Так, по оценкам Международного союза электросвязи, считают почти 60% жителей планеты. Однако на практике часто бывает, что всемирная информационная сеть далеко не всезнающая. Здесь можно встретить бесполезные, а то и вредные советы. Часто этим грешат форумы, посвящённые здоровью человека. Имейте в виду, интенсивная чистка зубов стирает эмаль, и они быстрее разрушаются. Это миф. Зубы необходимо чистить дважды в день. Щётка средней жёсткости с зубной пастой. Выбор зубной пасты нам не принципиален. Все зубные пасты, которые продаются у нас в аптеках и магазинах, все они являются лечебными и никак не повреждают нашу эмаль. Не рекомендуется чистить зубы зубным порошком. Зубной порошок истирает эмаль достаточно сильно. Мой выбор – это зубная паста. Природа редко одаривает нас белоснежными зубами, считают специалисты. И для достижения той самой белоснежной улыбки люди прибегают к различным методам. В ход идут и народные способы, и последние достижения науки. С чего начать путь к белозубой улыбке? Интернет спешит на помощь. Используйте отбеливающие зубные пасты. Они помогут отбелить зубы в домашних условиях. Это частично правда. Зубная паста отбеливающая отбеливает ваши зубы. Но она вредна, если пользуются ей постоянно. Поэтому отбеливающую зубную пасту мы применяем курсами. Либо чистим утром обычную пасту и вечером отбеливающую, либо чистим отбеливающую пасту две недели, а потом переходим на обычную пасту. Итак, две недели обычную пасту, две недели отбеливающую.